Немножко вам покажу наших покупок. Камера не показывает. Сегодня очень красивый закат. Заглянем сюда в оптику. У нас всё, заказали очки. Магазин женской радости. Я что-то там потерялась. Какая-то одежная одежная. Интересное пальто такое. Халлоу, привет! В том числе любим этот магазин за сервис. Все цвета радуги. 700 рублей, большая сковородка. Большой выбор. Коля, привет тебе. Тоже по твоей наводке покупаю такую кремлю. Магазин очень дешёвая одежда. Наши покупки. Да, 29,90. Такие шортики джинсовые. Воздушная. Она вообще недорогая. Вот я Красную Лису люблю за маечки. В ресторан, Максим. Дынь. Устали мы очень. Нам, наверное, это заметно. Попробовала я в нож. Она идеальна. Шашлычки ещё принесли. Ещё одну половинку салатика принесли. Ну что, мы отлично прогулялись. На улице так хорошо находились. Воздухом надышались. Идём сейчас с Юрой спорим. Юра предлагает войти в супермаркет. И в Красную Лису. А я предлагаю пойти в гостиницу. Часик передохнуть и потом уже идти штурмовать магазин. Поужинать. Вот куда пойти поужинать, вообще не знаю. Самый чёткий ресторан, Максим. Кафе, который не ресторан. Идти в него второй раз, ну как-то глупо. А куда вот пойти так, чтобы душа радовалась. Чтоб не китайская еда, потому что что-то она надоела. Шашлыки мы завтра будем есть. На шведский стол тоже неохота, потому что на шведском столе не получаешь эстетического удовольствия. Берёшь себе, нагребёшься его подряд и сидишь, обжираешься. Вот сколько раз уже где были, ловили себя на этой мысли, что шведский стол это на завтрак можно сходить. Это как большое оливье. Да. Да, не удаётся предчувствовать вкуса блюд. Погода вообще, конечно, нам сегодня подарок шикарный сделала. На праздник так тепло. В общем, как дойдём. Тут нам до супермаркета совсем немножко осталось. Так опять включим камеру. Мы пришли до супермаркета. У меня сейчас сядет ещё один аккумулятор. Поэтому, наверное, я камеру отключу и уберу. Всё равно там не всегда разрешает снимать. Мы вернулись с супермаркета. Немножко вам покажу наших покупок. Так, смотрите. Мы купили конфеток манго. Такие желейные. Они 21 юан. Потом какой-то вот такой тоже манго. Это мы просто взяли вот сейчас перекусить. Покушать там с собой очень вкусненького. Такой манго стоил 9,90. Потом Юра купил домой с собой вот такой бренди, который сегодня в Максиме пил. Сколько такая стоит? Что-то в районе 350-400 рублей. Да, недорогой. Это точно такой же, только бутылочка поменьше. И вот это совсем такой походный вариант. Вот. Я взяла себе вот такое белое. Я в Хунчуне пробовала вот именно этой марки чёрное. Мне очень понравилось. Оно как к вас. Решила попробовать белое. Так. Сосиски мы взяли. Это просто так если другого одна станет. Разных видов. Такие. Такие. Два пакетика кофе. Зубная паста. Зубная паста по 11,90. Вот. Ну что, мы перевели дух. Потом выйти штурмовать магазин из Супенхэ. Ну что, пойдёмте гулять. Смотрите, я не знаю, камера вам покажет, нет? Нет, камера не показывает. Сегодня очень красивый закат. Пока мы будем по магазинам гулять, уже стемнеет. Зажигаются огни из Супенхэ. Все-таки Эдзюли удачно расположены в плане всего. Посередине, можно сказать. До Максима два шага. До площади два шага. Арбат два шага. Вот. Надо зайти в оптику ещё посмотреть. Вон напротив. Что было? Нет, мы не в этой были. Заглянем сюда в оптику, посмотрим, может быть, здесь что есть интересного. Мужские вот. Посмотреть что-нибудь. На кому надо? Мне. Теперь, да? Какой? Вот этот? Вот этот, да? Вот эти. Вот это. Вот это. Вот это, да? Большие, да. Большие? Давай поменьше. Чуть-чуть поменьше, да? Понравились Юрии очки, решили их купить. Вот эти вот. Торговались, торговались. Торговались на 4000. Оправа и стекла. 600 рублей добавили. Можем 500 только добавить. Вот рассчитывали, то есть, как бы там, ну, максимум. Согласен? 600 рублей добавили. Вот, которые именно тоненькие, да? Да. Ну все, заказали очки. В общем, можете говорить, что мы купили очки дорого. Я считаю, что нет, потому что у нас они стоят намного дороже. И это не просто пластиковое оправа. Они такие прям невесомые. Корпус из титана, да, он сказал? Ну да, у Юры уже есть такие очки. Просто, когда носишь их постоянно, а не просто там телевизор смотришь, как я. То очки нужны очень хорошего качества. Мы идем в Симисо. Симисо идем. Магазин женской радости. Ой, я уже вижу шапочки. Смотрите. Какая красивая вот бордовая шапка. Ух ты ж. Я прям уже себе ее хочу. Вот такую. Сейчас буду мерить. Сейчас Юра вернется, буду мерить. И черненькая тоже шапочка. Смотрите, красивая. Привет. Шляпки классные. Шарфы. Привет. Очень много всего. Давайте я сейчас, наверное, обзор на магазин делать не буду. Потому что он очень полный. Есть на канале Ольги 40+. Посмотрите там. А я сейчас прибарахлюсь и потом уструю распакойчик. Покажу вам, что куплю. Вышли мы в Симисо. Я что-то там потерялась. В общем, это надо целенаправленно туда идти и прям... И прям... И прям выбирать. Я купила шляпу, беретик, одну масочку. Вот. Ну а за остальным мы зайдем завтра. Мы зайдем в воскресенье. Одежное, которое... Какая-то одежная, одежная. Одежная. Наверху еще там. Привет. 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 Воскресенье мы очень любим. Здравствуйте. Здравствуйте. Полторы тысячи. У нас такие-то... А мы надеялись, Юре, купить куртку, но скорее всего это не здесь. Придется из Москвы заказывать. Потому что здесь такого близко нету. Кожаное такое. Фасоны в сините. Все не то. Пальтишко такое неплохое. Интересное пальто такое. Легкая цена. Что-то я не вижу цены. Я думаю, тысяч двадцать, наверное. Вот голубенькая висит. Шестьсот шестьдесят юаня. Нет, не двадцать. Шесть шестьсот получается. Очень даже на весну сейчас относить. Ремешки какие интересные. Помери. Дзинцы. Халлоу. Привет, привет. В том числе любим этот магазин за сервис. Такой огромный мягкий диван. Конфетки, фисташки, пиво стоит. Чай можно налить. Угощайтесь гости дорогие. Кофе. Пока. До свидания. Игрушки у Саши. Постельное белье. Посудой скорее. Может быть зайдем спросим сколько. Сковородка стоит. Сковородка? Каменный? Да. Здравствуйте. Они все такие высокие. Смотрите. Какая такая стоит сковородка? Семьсот рублей. Семьсот рублей. Вообще отлично. А, она алюминиевая. А каменная есть? А это каменная. Это каменная? Ммм. Смотрите какой выбор цветов. Все цвета радуги. Семьсот рублей. Большая сковородка. Большой выбор. Это магазинчик на площади. Напротив площади корейская посуда. Большой хотела. Ну вот как у нас 28. Все крышка да? Да. Семьсот это дешевле чем у Саши да? Девятьсот. А, но у него с крышкой глубокая такая. А мы идем в Красную лесу. Красная леса работает до 9 часов. Что очень удобно. Пойдем пороемся в Барахляндии. Ну что, пойдемте посмотрим, что нового интересного появилось в Красной лесе. Здесь на первом этаже в лисице тоже большой выбор. Панамочек, шляпки, кепки. Коля, привет тебе. Тоже по твоей наводке покупают такой прям для ног. Не, надо именно такой, именно такого нету? А, другой не надо, спасибо. Тогда посмотрим в другом месте. Спасибо. Посмотрим в аптеке. В аптеке он точно должен. Такой есть? Пять юаней, очень хороший крем. Вот. А, нет, не надо, спасибо. Пойдемте посмотрим. Какая-то здесь перестановка у них. Детский отдел. Тоже здесь детский отдел. Да, чтобы применяли. Магазины очень дешевой одежды. В основном качество не очень. Но бывает, что попадаются очень даже и очень. Очень даже и очень. Цены смешные. Бывают распродажи всякие. Сейчас вам что-нибудь, например, покажу. Так. Конечно, это вообще не на российский вкус. Но, тем не менее, вот такие костюмы. Там на рыбалку ходить или на охоту. 89-49. Вот, смотрите, куртки. 20 юаней. Причем теплые. 20 юаней, ребята. Причем даже ничего пошито, да? Вроде. Вроде. Ну, на природу ходить. Самое то. Не дорого. Костюмчики не хочешь посмотреть? Ну, там мужские. Нет? Ладно, ребята. Выключаю камеру. Пойдем смотреть. Если что-то купим, я вам покажу. Так, ребята. Уже записываю это видео на следующий день. Потому что вчера пришли поздновато. Было темно и рухнули спать. Наши покупки. В Семисо, как я говорила, мы купили беретик вот такой. Стоит он 29,90. Такой вот он достаточно плотненький. Не знаю, что это за ткань. Но форму держит очень хорошо. Плюс я купила вот такую шляпу. Тоже у нее такие твердые поля. Давно себе такую искала. Чтобы вот именно с твердыми полями была. Потому что с мягкими у меня есть. Она, по-моему, стоила тоже в районе 30 юаней. Да, 29,90. Там же в Семисо купила вот такую вот масочку. По рекомендации Ольги. Канал Ольга 40+. А в Красной Лисе на первом этаже я вам показывала. Купила вот такой крем. 5 юаней крем для ног. Так, значит дальше. В Красной Лисе я купила вот такие шортики джинсовые. Они стоят... Ой, сколько же они стоят. Они стоят, по-моему, в районе 29 юаней. Что-то тут не оценит. Да, по-моему, 29 юаней они стоят. Вот недорогие. Но такие достаточно тоже прикольные. Потом купила я вот такую странную юбочку. Но я люблю все странное. Такая вот она воздушная. Конечно, это синтетика. Так ее на 1-2 раза можно куда-нибудь одеть. Видите, здесь вот такие на втором слое гусинки сделаны. Юбочка стоит, по-моему, 39 юаней она стоила. Вот. Такой красивый асфальтовый цвет у нее. Серо-синий. Так, значит, вот такая маечка. Она вообще недорогая. Ну, я не знаю, как долго она прослужит. Потому что за такую цену она что-то в районе 10 юаней стоила. Дерхам хотела сказать. Да, 10 юаней она стоила. Тоже такая достаточно прикольная. Вот такая еще маечка. Она с начесом. Ну, это не начес. Здесь просто такая плюшевая. Не знаю, передаст вам камера или нет. Плюшевая такая поддевка у нее. Она такая резиновая. Ну, хабешная, да, тоже сверху. Она стоила 25 юаней. Вот. Еще такая маечка. Вот я Красную Лису люблю за маечки. Я покупала в том году и ей вообще сноса нет. Она такая утягивающая. Ну, прям, не знаю, хабешная, ничего не чешется. А зимой самое то. Такая маечка стоит 25 юаней. Она спереди вот с чашечками. А сзади у нее такое вот небольшое кружево даже есть. 29 юаней. Еще мы купили... О, кстати, чик лежит. Еще мы купили постельное белье. Не можем понять, что за ткань. Но по ощущениям она похожа на бязь. Такая довольно приятная. Это не сатин, конечно. Но оно у нас будет скорее гостевым. Потому что мы на сатине спим. И это вообще, по-моему, полуторка для гостей останется у нас. Такой цвет красивый. Звездочки. Тут мы ее даже не распаковывали, не смотрели. Короче, это постельное белье стоит всего 59 юаней. Представляете? 590 рублей. А мы вчера заказали за 240. Но мы заказали сатин. Вот. И всего у нас получилось покупок в Красной Лисе на 207 юаней. Стоим, тупим. Не знаем, куда пойти на ужин. А тем временем на площади начались традиционные танцы. Любят китайцы, чтобы громко было. Столько людей. Молодежь, дети танцуют. В общем, ходили мы ходили и пришли в ресторан Максим. Потому что в Камелоте слишком много народа. Здесь тоже много, но не так шумно. В кафе мы с Максимом и были. Ларису пошли, она закрыта. Ничего не придумали, кроме как пойти в ресторан Максим. Принесли наше пивко. Не знаю, будет у меня хорошо вкусно или нет. Здесь так шумно. Мы что-то так решили немножко скромненько поесть. Потому что то ли на обеде переели, но в общем как-то решили не набирать. Я взяла крошку, взяли два салатика и шашлычки. Ну вот это скушаем. Если не наедимся, то так же не чувствуем. Может десерт. Ну и конечно пиво. Вот. Здесь тоже довольно разнообразное меню, но нет роллов. Роллы есть только в кафе. А так в принципе даже какие-то блюда покушать. Есть, например, я прийти во внимание, есть говядина с перцем. Такая же как сегодня в моментах. Вот. Вообще, конечно, устали мы очень. По нам, наверное, это заметно. Сейчас покушаем и на боковую. А завтра пойдем уже полноценно гулять по городу, по магазинам. Вот. Надеюсь, что завтра будет такая же хорошая погода, как сегодня. Ну а когда нам принесут, покажу вам. Моя крошечка очень аппетитно выглядит. Сейчас буду пробовать. Это салат какой? Харбинский. Харбинский. Ух ты. У них мясо кладут сверху. У нас не кладут мясо в харбинском салате. Попробовала я крошку. Хорошая, вкусная. Но у Ларисы была вот она идеальная. Жалко, что у Ларисы закрылась. Но здесь тоже ничего. И вот этот салат. Вкусно. Приятного всего аппетита. Шашлычки еще принесли. Видите, все-таки чем ресторан отличается от кафе. Посмотрите, какая красивая подача. На тарелочке, с листиком. Что-то тут какие-то капельки изобразили. И очень-очень вкусно пахнет. Еще одну половинку салатика принесли. И мы поняли, что да, мы уже наедаемся. Хорошо, что больше ничего не заказали. Ну что, мы объелись. В Китае, как ни заказывай поменьше, один фиг ты объедаешься. Вроде заказали совсем чуть-чуть, но не поверите, не доели. Просто не просто. Мы уже привыкли мало есть. И такое количество еды в нас не влазит. Мы днем покушали плотно. Сейчас на ужин. Вот. Что, мы топаем до гостиницы, прогуляемся. И придем в гостиницу, завалимся уже спать. Устали сегодня, день долгий был. Но классный, насыщенный. Вот. На этом наш сегодняшний выпуск будет завершен. Увидимся с вами завтра. Впереди будет много интересного. Не забывайте подписываться на наш канал. Если вам понравилось это видео, ставьте свои пальчики вверх. Пока, до завтра. Привет, Шефанхэ. Доброе утро тебе. Какой мы взяли завтрак себе? Я подошла с ним поздороваться, а он такой. Смотрите, какие красивые кружечки. Какая необычная. Аааа. Здесь такие классные. Можно и дружно. Видите, какие прикольные. Розовенькие. И стоят 19 юаней тарелочки. Они красивые. Красивые. Расскажи про магазин. У нас есть маленькая фирма. Вы используете. Я большой любитель миньонов. Смотрите, какие тапки. Смотрите, вот такой свет мы искали. Это на первом этаже он находится. Так, что я вам здесь что показать? Смотрите, такие фарточки. Сумки, чемоданы. Она 49 стоит. Вот такой пластырь, да. Он от чего помогает? Расскажите. Мы забрали наше постельное. Еще купили у этой же кунички подушки из шелкопряда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова